В Пекине самым популярным местом отдыха в празднике стали городские парки. Медиакорпорация Китая выпустила многосерийную телепрограмму о военных достижениях КНР. Развитие транспортной сети Китая делает отдаленные регионы страны более доступными. Умное оборудование способствует развитию сельского хозяйства в Синьцзянуйгурском автономном районе. В Шанхае появился остров бездомных кошек. Во время недельных выходных в честь Дня образования КНР самым популярным местом отдыха в Пекине стали парки. На время праздников для посетителей открылся Олимпийский парк Шоуган. Гости катались на скейтборде, занимались скалолазанием и рассматривали живописные объекты зимних Олимпийских игр со смотровой площадки. Такое ощущение, что парк представляет собой слияние исторического и современного. Вот за этим чувством мы приехали сюда. Еще одним многолюдным местом стал парк рядом с Великим Каналом. На площади более 11 квадратных километров здесь растут миллионы деревьев и кустарников. Место действительно хорошее. Это природный кислородный бар. Я взяла с собой спортивную форму и планирую поиграть в мяч. В первый же день празднования 73-й годовщины основания КНР парк посетили около 22 тысяч человек. Это в три раза больше, чем в обычные дни. Медиа-корпорация Китая выпустила в эфир многосерийную телепрограмму о достижениях в сфере национальной образования. Медообороны и военного строительства после 18-го всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в 2012 году. Цикл состоит из 15 документально-публицистических фильмов и носит название «В погоне за светом». Как сообщает центральное телевидение Китая, новая передача продемонстрирует лояльность армии центральному руководству КПК и ее твердую решимость выполнять свою миссию. Все последнее десятилетие транспортная сеть Китая стремительно развивается. Созданная специально для сложного строительства первая китайская тоннеля-проходческая машина «Снежный пионер» вместе с другой техникой прокладывает железнодорожный тоннель в горе Седжила в тибетском автономном районе. Появились дороги в горах Тяньшань, Кунелунь и Циньлин, а также в тех горных районах, которые в прошлом считались непреодолимыми. Движутся поезда по кольцевой железной дороге вокруг самой большой пустыни Китая – Такламакан. Расширилась и сеть автодорог. Сейчас на каждые 100 квадратных километров земли приходится в среднем более 55 километров автомагистралей. Общая протяженность дорог, ведущих к деревням, превысила 4 миллиона километров, и автобусы теперь ходят в более чем 50 тысяч деревень. История развития транспортной сети Китая стала частью документального проекта «Секрет успеха последнего десятилетия», созданного Медиакорпорацией Китая. В прошлом году два молодых человека из уезда Лопнур Синьцзянуйгурского автономного района начали работать на хлопковом поле площадью 200 гектаров. Возделывать такую большую территорию силами всего двух человек окружающим казалось невозможным. Давайте посмотрим, сможем ли мы изменить сельское хозяйство к лучшему с помощью умных технологий. В арсенале у молодых экспериментаторов были четыре беспилотника и другая умная техника. С ее помощью весной они засеяли поле. Но из-за сильной песчаной бури половина уже цветущих растений погибла. Благодаря интеллектуальному оборудованию удалось в короткие сроки повторно засеять участок. Самую трудоемкую и длительную часть работы – орошение, мониторинг и внесение удобрений – также выполняли беспилотники. Осенью урожай порадовал новаторов. С 200 гектаров они собрали 700 тонн хлопка. А достижения фермеров вошли в фильм «Секрет успеха последнего десятилетия». Шанхай активно борется с проблемой бездомных животных. В начале сентября на окраине города по инициативе благотворительной организации появился целый кошачий остров. С момента открытия неравнодушные жители Шанхая привезли сюда более 100 бездомных кошек. Всех новых жильцов осматривают и стерилизуют, при необходимости лечат, а затем выпускают бродить по острову. Без вмешательства человека одна бездомная кошка может принести свыше 100 котят за несколько лет. Поэтому человек обязан вмешиваться и контролировать этот процесс. Отлов, стерилизация, возврат – эффективный метод контроля популяции. Остров открыт для посетителей, которые могут не только поиграть с пушистыми, но и забрать к себе домой полюбившееся животное. Мне все равно, какой породы он будет. В моем районе много бездомных кошек, и мы с сыном часто подкармливаем их. Хотя кошачий остров и помогает в решении проблем бездомных животных, впереди еще много работы. В Шанхае на квадратный километр приходится 200 кошек, ждущих своих хозяев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова